Наш следующий сюжет из Дубасар, где местная жительница предоставила свою квартиру двум девушкам из Одессы. Я провожу мастер-классы, рисую аквагрим. В основном это основная моя профессия. У меня в этой студии своя в Одессе, в центре города. О своей прошлой жизни они еще говорят в настоящем времени, хотя в Приднестровье Ольга и Алиса уже почти трое суток. Там, в Одессе, им пришлось оставить квартиры, работу и друзей. И переехать на 170 километров юго-западнее от родного города, в Приднестровские Дубасары. Ты работаешь морально и физически на то, что вкладываешь много на это сил. Просто это все оставить и все надежды, мечты, все осталось там. Это самое главное. Материально это уже второй вопрос. Татьяна, хозяйка квартиры, разливает под чашком чай из липы. С Ольгой они знакомы уже почти 30 лет. В детстве Татьяна каждое лето ездила гостить к бабушке в Украину. Борщик варенье. Борщик варенье помню. Борщик варенье не пили, помню. Да. С вишней. Да, было очень хорошо. В начале 90-х войну в Приднестровье Татьяна пережидала в Украине. Теперь Ольга приехала в Дубасары. Естественно, я пригласила Олю к себе в этот сложный период. Я ее убедила, что у нас безопасно, что у нас тихо, спокойно. Поэтому она уже согласилась и вот приехала со своей невесткой, с дочкой. Из Одессы в Дубасары Ольга и Алиса добирались через Кишинев. Успели взять с собой только все самое необходимое. И только переступив порог этой квартиры, наконец-то поняли, что они в безопасности. Как будто бы там мы посмотрели страшный фильм или страшный сон. Мы проснулись, здесь абсолютно все прекрасно. Дети радуются, бегают, прыгают. Чисто на энергетическом уровне я чувствую, что здесь хорошо и спокойно. Плюс нас встретили настолько душевно. Народ у вас очень, ну, не знаю, мы были этим очень приятно удивлены. У нас еще на границе, нам и пледы, и даже супчики в стаканчиках приносили, чай, кофе. У Алисы в Одессе остался муж. Оба переживают, стараются постоянно быть на связи. Все тихо? Все тихо. Угу. Слава Богу. Ну, хорошо, слава Богу. Ну, ладно, у нас все отлично. Как долго девушки пробудут в Дубасарах, еще неизвестно. Но, очевидно, сейчас только одно. В Приднестровье им спокойно. Но, когда ситуация нормализуется, Ольга и Алиса пригласят Татьяну уже к себе в гости в Одессу, чтобы отдохнуть на берегу моря. Юрий Чанявский, Геремоцота, ТСВ.